Дорогие украинцы, от лица самоорганизованного интернет-сообщества поддержки защиты Украины хочу предоставить вам 9 советов для гражданских и военных для отстаивания входящих танков в городской среде. Снимайте плакаты и билборды, которые указывают названия улиц и кварталов. Не давайте врагам видеть, где они находятся. Перевешивайте их на другие улицы, особенно туда, где танкам будет тяжело передвигаться, то есть в узкие улицы с высокими сооружениями с обеих сторон. Попытайтесь сломать танковые гусеницы, если у вас есть взрывчатые вещества. В дополнение забаррикадируйте улицы любыми средствами, которые могут остановить танк. Вы можете установить баррикаду из старых покрышек. Если танк застрял в непроходимой ловушке из покрышек, вы можете бросить коктейль молотова для того, чтобы разжечь их. Резина сгорает и воспроизводит очень много дыма. Цель здесь в радиаторные решетки. Они ведут к двигателю танка. Кидайте коктейль молотова во все, что похоже на резиновые ремни двигателя, топливные отверстия или выхлопные отверстия. Разорвите цепочку технической поддержки для танков. Танки очень нуждаются в техническом обслуживании и могут проехать только от 400 до 500 км в свободной местности. Сделайте местность сложной для передвижения. Стройте импровизированные баррикады из дорожных рельс и других тяжелых материалов. Баррикадируйте дороги и мосты с помощью автомобилей, грузовиков, бетона, дерева, булыжников или волнов. Обломки от разрушенных зданий тоже могут помочь. Стройте столько, сколько можете и не останавливайтесь ни в коем случае. Если улица критична для передвижения гражданских, стройте препятствия в виде латинской буквы «С», чтобы замедлить передвижение автомобилей. Делайте фейковые мины. Если перекрасить тарелки в черный или темно-зеленый цвет, то экипаж танка не сможет отличить их от настоящих. Видимость в самом танке очень плохая. Создавайте теплощиты из картона. Танки оснащены инфракрасными сканерами, которые распознают тепло, поэтому скрываться в кустах бесполезно. Однако материалы с температурой окружающей среды, такие как картон, могут блокировать тепловые сенсоры. И для них они выглядят просто как черные квадраты. Разрезайте картонные коробки, расставляйте подобные щиты везде, где только можно для отвлечения внимания. Стекло также полностью блокирует проходимое тепло до тех пор, пока вы его не касаетесь. Не стойте в открытой местности прямо перед военной техникой и не бросайте ничего в танки или в солдат. Бросайте с окон возвышенных позиций, позади автомобиля или за углами зданий. Выстраивайте точки огня в домах и укрепляйте их. Враг может начать использовать артиллерию для помощи их солдат. Убедитесь, что ваши позиции хорошо защищены. Создавайте отверстия в стенах для быстрой эвакуации и перемещения между комнатами. Если у вас есть огнестрельное оружие, цельтесь во все, что похоже на перископы или прицельные приспособления на турель, или же инфракрасные датчики на передней панели. Держитесь силой. Мы с вами. Продолжение следует...